Накануне мэр города Александр Полышенков встретился с трудовым коллективом Брестской крепости. В течение нескольких часов общения мэр города ответил на вопросы сотрудников мемориала. Следует отметить, что встреча была организована по инициативе Александра Полышенкова и предусматривала активный и продуктивный диалог. Что и получилось. Вопросы транспорта и коммуникаций, социальная и культурная сфера. На встрече были затронуты все аспекты жизни брещан. Как считает руководство мемориала, подобные диалоги помогают найти точки соприкосновения мнений власти и народа, которые в перспективе помогут принять правильные решения. У нас творческий коллектив знают многое, многим интересуются. И, конечно, ответить на те вопросы, которые связаны с развитием нашего города, истории, культуры, социально-экономическом плане, конечно, люди хотят знать больше. Особенно, что касается... Мы знаем, что есть желающие задать вопросы по реализации планов проекта «Брест-2019». Особое место в дискуссии занял вопрос о проекте к тысячелетию города над Бугом «Брест-2019», который уже долгое время активно рассматривается как представителями городской вертикали, так и брещанами. На эту инициативу существуют совершенно полярные точки зрения, которые активно отстаиваются их представителями. Одни предпочитают рассматривать крепость как важный исторический объект, который необходимо полностью вернуть в тот вид, в котором он был до войны. Другие же пытаются бороться за социализацию мемориала, считая, что до трагической даты 1941 года здесь была мирная жизнь, о которой также необходимо рассказывать. Окончательные решения по этому вопросу будут приняты на местном уровне на следующей неделе. Мэр города считает, что совместно будет выработана стратегия, которая, возможно, станет интеграцией двух инициатив. Это поможет не только сохранить историческую память, но и прийти к полному согласию в решении спорных вопросов. У нас предполагается, что при обсуждении заслуживания концепции будет пришло примерно 100 человек – специалистов, интересов, журналистов, историков, ваших работников и так далее. При усы, республики и так далее. Если концепция будет одобрена, то тогда эта концепция пойдет на РАДу. Если РАДу ее придет, тогда та концепция, которую она работала по нашему заказу, она будет претерпевать, будет извинение. Не осталось без внимания и инициатива по западному обходу. Новый мост, построенный в рамках проекта, значительно разгрузил городские дороги. Благодаря этому решению пробок в час пик стало меньше. Многое еще предстоит поменять и усовершенствовать. Поэтому дополнительные работы по всему западному обходу еще ведутся. На карте Александр Полышенков продемонстрировал участникам встречи свои идеи и видение решения дорожного вопроса. У представителей городской вертикали есть предложения, которые могут быть осуществлены для облегчения передвижения по городу над Бугом. Во время диалога были затронуты вопросы транспортной сферы, в частности, проезд к территории мемориала. Многие сотрудники живут далеко от крепости, поэтому каждое утро проделывают огромные, иногда пешие маршруты по пути на работу. Председатель Брестского горосполкома заверил присутствующих, что все проекты и инициативы будут рассматриваться с точки зрения удобства для людей. Поэтому, возможно, скоро будут курсировать дополнительные автобусы к мемориалу. Это также поможет туристам, только прибывшим в город, быстрее ознакомиться с достопримечательностями и узнать больше о белорусской культуре. Вопросы самого разного характера были выслушаны и восприняты главой города, как сигнал для решения. Подобные плодотворные диалоги помогают представителям вертикали решать возникающие проблемы качественно, учитывая не только удобства и затраты, но и мнение общественности.